Приветствую всех на моем канале. Сегодня я решил продолжить эксперименты по созданию беспроводной самозаряжающейся колонки. И вот какую каверзу обнаружил. У меня есть семиканальный домашний кинотеатр, то есть 6 колоночек, 1 сабвуфер, все они по раздельным каналам. Вот там фронт, миддл, бэк. И я решил пожертвовать парочкой таких колонок, разобрать их и сделать их самозаряжающимися и изображающими нечто беспроводное. То есть звук будет передаваться без проводов, без блюпупа и блюрея, а с моим любимым RDA. Ну чтобы этим заняться, естественно, мне надо было колоночку разобрать и я ее разобрал. И что же я обнаружил и о чем я вам хочу рассказать. Колонки достаточно качественные. Достаточно, не надо критиковать. Тут хорошие ДСП, недребезжащие. Не имеет, правда, фазы инверторов. Все сделано наглухо и торчит парочка проводов. Разобрать ее с тыльной стороны невозможно, поэтому разбирается она спереду. Вот снимается вот эта вот крышечка. Хоть и не очень легко, но отходит и ее можно отсюда изъять. Под ней оказываются такие вот красивые блестящие динамики. Все по уму. Все вроде классика, да? Почти кубики непкова. Есть у нас высокочастотный динамик и среднечастотный. Ну он среднечастотный с переходом на нижние басы. У вас у многих в компьютерах стоят примерно такие же колонки. И вот что я заметил. Чтобы добраться до нутра, я эту колоночку отодвинул в сторону. Я, естественно, не смог разобрать заднюю стенку. Пилить я ее не захотел. Высверливать вот эти вот чопики мне тоже пока нет необходимости. Я решил просто-напросто взять и снять динамик. Большой динамик, большая дырка. И, соответственно, можно будет в нее пролезть и засунуть все необходимые запчасти, которые я буду использовать для того, чтобы создать свою беспроводную колонку самозаряжающую. Но не об этом речь. Колонку вам самозаряжающуюся пока я вам не покажу. А покажу вот такую вещь. Если снять динамичек, я начну именно с большого, так будет больше интриги, то можно обнаружить вполне хороший среднечастотный динамик, который ставится даже в высококачественные аудиосистемы. Я такой уже встречал в ходе своего ремонта. Вот он, смотрите. Такие динамики достаточно хороши. И вот два проводочка. И эти два проводочка идут сразу из колонки. Я думаю, вам видно. Опа! А что же это? А где же конденсаторы, катушечки? Ну, фильтр какой-нибудь низковысокочастотный, чтобы передавать высокую частоту. Неужели тут BluePub Blurray передает вот на этот динамик какой-то аудиосигнал? Да нет, конечно, блин. Снял я вот это вот приспособление, а иначе его не назовешь. И оказалось, вот что. Здесь бы, конечно, уместно сыграть какую-нибудь музыку, типа тадам или тарам-пам-пам. Смотрите. Вот так он выглядит как динамик. А вот так он выглядит как-никак. Две дырочки для проводов. Это реальная заготовочка под динамик, которая просто служит чем? Служит декорацией, ребята. Просто декорацией. В принципе, эта колонка будет хорошо справляться. Если изъять эту декорацию, у нас получится, те, кто знаком с аудиофилией, фазоинвертор. И такая колонка будет звучать лучше. Кстати говоря, надо будет проверить, запустить вот эту колонку, не вынимая вот эту заглушку, и вот эту. И послушать, какая из них звучит лучше. Если вы думаете, что мне не повезло, и вот такая фича оказалась только в одной колонке, да боже упаси. Пара движений и отвертки. И мы снова выковыриваем нечто по форме напоминающей динамик, как пишут в милицейских протоколах. Вот они. Из них, кстати, наверное, тоже можно что-нибудь соорудить. Например, глаза какого-нибудь робота. А можно даже сделать динамики, ведь заготовка-то с этим тазиком вполне хорошая. Тут есть все. Мембрана, корпус. Ну, не хватает, правда, катушки и магнитов. Ну, разве это дело не наживное? Эдакий сделай сам. Да? Ну, а вот эта вот колоночка, которая лежит по центру кадра, стояла в высококачественной, я подчеркну это слово, в качественной акустической системе дорогого советского телевизора. За вот этими динамиками даже сейчас гоняются аудиофилы, которые слушают ламповые усилители. Этот динамик тоже весьма хорош, ну, хотя уступает этому по качеству. И предназначены они немножко для разных вещей. У этих динамиков бумажные диффузоры, которые почти не имеют плохих резонансов. Ну, а их спектральные характеристики, звуковые, вы можете наблюдать на других каналах или просто найти в интернет. Так вот, эти два динамика, один средний и низкочастотный, а другой средний и высокочастотный, развязаны через вот такой вот конденсатор. Низкие частоты идут на этот динамик полностью, а высокие частоты переходят на этот динамик через вот такую емкость. Емкость можно пронаблюдать прямо на экране. Вот так, ребята. Вот что я вам хотел показать. Если у вас дома стоят какие-то крутые центры, многоканальные, с множеством колоночек, у которых есть типа пищалочка, смонтированные, либо так, либо так. Проверьте ваши колонки. На этом все. Пока.